Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я тоже хочу сказать, что моя лекция, точнее, мой доклад, мое небольшое сообщение, это не научная работа. Это квинтэссенция и такая, можно сказать, систематизация тех данных, которые мы наблюдали в течение нескольких лет. Я громко говорю, достаточно меня слышно. Я представляю Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского. Просто большая такая больница, в которую стекаются все сложные случаи из Подмосковья, если можно так сказать. Сразу же хочу нотировать ваше внимание на определенных нюансах анатомического строения гортани. И начну, естественно, с эмбриологии. Гортань закладывается из четвертой, шестой жаберных дуг, пятая часто отсутствует. И, соответственно, смотрите, четвертая дуга су проглотит с 30% всех раков гортани, а шестая дуга гортань и подскладковый отдел гортани это 65% и 5% подскладковый отдел всех раков гортани. Соответственно, из четвертой и шестой дуг закладывается верхняя гортанная и возвратно-гортанная ветви блуждающего нерва. На самом деле очень важно понимать, что ключ лучевых исследований гортани, в том числе и шеи, это ключ в симметрии. То есть эти изображения достаточно симметричны при всем том, что тело наше вообще не отличается симметрией. Но здесь именно, видя асимметричные какие-то структуры, мы можем подозревать течение какого-либо патологического процесса. Ну, хрящи, естественно, три одиночных, из два из которых участвуют в стадировании. В стадировании участвуют щитовидные, персневидные хрящи, надгортаниный хрящ или надгортанник в стадировании не участвуют. И при компьютерной магнитно-резонансной томографии мы хорошо можем оценить черполовидные хрящи, иногда рожковидные хрящи, кленовидные хрящи практически нам не поддаются визуализации. Ну и сразу же к вопросу о хрящах. Иногда лучевые диагносты переоценивают возможность и степень деструкции щитовидного хряща, потому что бывает часто асимметричная кальцификация, вообще деформация пластин щитовидного хряща, которая может приниматься за деструктивные изменения при патологических процессах. А вот персневидный хрящ, он всегда асимметрично кальцинирован, поэтому если мы видим с вами изменение персневидного хряща, мы всегда подозреваем, что здесь течет какой-то процесс. Из анатомии мышц и связок наиболее важное для нас значение, конечно, имеет щитоподъязычная мембрана. Во-первых, потому что это естественный барьер опухоли надскладкового отдела гортани, а во-вторых, потому что по щитоподъязычной мембране мы разделяем с вами ларингоцели. Или это внутренние ларингоцели, или наружные ларингоцели, просто оценили именно относительно щитоподъязычной мембраны. Иннервация симпатическая от звездчатого узла симпатического ствола, парасимпатическая, нервус вагус. И естественно, если у нас поражение есть в гортане, и мы не видим проблем в гортане, значит, соответственно, надо расширять исследования от основания черепа и до средостения. Методики исследования, которые применяют в нашем институте, это КТ и МРТ. Сразу хочу сказать, что компьютерная томография используется значительно чаще. Она востребована хирургами больше, чем магнитно-резонансная томография, но в силу определенных особенностей. Поэтому мы предлагаем эти методики. Ультразвуковая диагностика именно гортани оказалась клиницистами непонята, поэтому мы ее сейчас практически не используем. При компьютерной томографии, конечно же, это мультидетектор. Вот, как бы сказать, ремарка небольшая в сторону предыдущего докладчика. Мы сейчас не применяем наклон Гентри, потому что при таких вот огромных машинах оно просто не наклоняется. Поэтому все артефакты мы имеем как есть. Другое дело, что сейчас существует очень большое количество так называемых интеративных реконструкций, которые позволяют минимизировать количество артефактов, в том числе от зубов. Эти программы существуют и на компьютерной томографии, и при магнитно-резонансной томографии. Мы ими очень успешно пользуемся. Они действительно существенно облегчают интерпретацию полученного изображения. Значит, я хочу сказать сразу, контрастное вещество мы используем много, потому что если речь идет о сосудах, то там хватит 50 мл плотного контраста. Если речь идет о раках и надо хорошо получить тканевое контрастирование, то, безусловно, 50 мл контраста не хватает. И для того, чтобы получить нормальное контрастирование, нам надо не менее 70-75, а в некоторых случаях и 100 мл контрастного препарата. Если речь идет о магнитно-резонансной томографии, которую мы все больше и больше используем, несмотря на какую-то сопротивляемость клиницистов, потому что они ее реже, хуже понимают, вероятно, то, конечно, это, как правило, все программы с жироподавлением, естественно, параллельные голосовым складкам, именно голосовым складкам, а не позвонкам, и перпендикулярные этим голосовым складкам, и обязательно аксиальные и фронтальные изображения. Ну и, естественно, контрастирование, которое мы применяем, динамическое контрастирование, реже диффузия, ну и то, что я говорила, подавление артефактов от металла. Значит, специальные методики мы применяем редко. Обычно все исследования делаются на вдохе, на небольшой задержке на вдохе. Проба вальсальва используется в том случае, если надо хорошо визуализировать воздухоносный столб, а исследования с фонацией только если процесс ограничен голосовыми складками. То есть понятно, когда есть трансларингеальная опухоль, пробу с фонацией используется абсолютно бессмысленно, понятно, что там есть фиксация голосовых складок. Теперь перейдем непосредственно к опухолям гортани. Наиболее распространенный тип опухоли гортани – это рак гортани. Происходят эти опухоли из поверхности слизистой и делятся на три типа. В принципе, рак в зависимости именно от анатомии – это надскладковый, складковый и подскладковый рак. Раньше считалось, что основной предрасполагающий фактор – это курение. Но сейчас на последних конгрессах, особенно американцы об этом все чаще и чаще говорят, у него курение отбирает первенство вирус, папиломовирус человека. То есть 30-45%, по крайней мере, по данным американских исследователей, приходится на папиломовирус человека рака в гортани. Но, естественно, вдыхание сажей пыли и голосовое напряжение у лекторов и у преподавателей тоже может отражаться на… спровоцировать заболевание. Химическое раздражение также. Наблюдается значительно чаще у мужчин, чем у женщин. Здесь, на самом деле, соотношения очень разные в зависимости от данных литературы, кто кого наблюдал, поэтому это как раз очень существенно варьирует эти данные. Ну и, естественно, наиболее такой возраст, подверженный раку гортани – это 50-60 лет. Это наиболее такой частый контингент пациентов, которых мы видим. Другое дело, что в последнее время почему-то появилось большое количество молодых мужчин. Молодых, я имею в виду, около 30-40 лет с запущенными раками гортани. Но в зависимости от места возникновения рака гортани, у него есть определенные типичные пути распространения. Если мы говорим о раке надсвязочном, если поражается надгортанник, то, несомненно, первый путь – это преднадгортанниковое пространство и волекулы. Дальше он распространяется вдоль щитовидного хряща и через вырезку может распространяться в передней шейной пространстве, достигая платизма. Если мы говорим о раках связочного отдела гортани, то они, как правило, стелятся вдоль связок, переходят на переднюю, на заднюю комиссуру. И то же самое, в принципе, происходит с подскладковыми раками. Обратите внимание, есть вот такое вот здесь небольшое пространство. Если раки – это уровень связок гортани, собственно, связок гортани, если раки возникают на уровне задних отделов связок гортани, то они могут не разрушать хрящ, а вот в этой области распространяться за пределы, как бы огибать задние отделы пластины щитовидного хряща, потому что там нет естественных препятствий. И вот здесь, ну здесь уже, конечно, есть деструкция, но вот хорошо видно, демонстрирована опухоль, которая как бы, да, обогнула сзади пластину щитовидного хряща и вышла к области подъязычных мышц. Ну и, естественно, классификация, которую мы используем, это стандартная классификация ТНМ, которая всем прекрасно известна. И в зависимости от того, рак связочный, надсвязочный и подсвязочный, естественно, есть определенные дифференциально-диагностические критерии, именно лучевые критерии. То есть если мы говорим о Т1-топухоле ограничено одной анатомической областью и подвижность голосовых связок сохранена, это надсвязочный рак небольшой и подскладковый небольшой рак. Если мы говорим о Т1 именно на уровне голосовых складок, то тогда опухоль может быть ограничена голосовыми связками или распространяться на переднюю и заднюю комиссуры. Это небольшой рак левой голосовой складки и правой голосовой складки на МРТ. При Т2 опухоль поражает слизистую или несколько анатомических частей надсвязочной и связочной областей или область вне надсвязочной части, то есть слизистую оборотку корня языка, язычно-надгортанное углубление, медиальную стенку грушевидного синуса, также без фиксации гортани. И здесь мы с вами можем видеть вторичное ларингоцели, которое возникает на фоне уже опухолевой инфильтрации, то есть такой клапанный механизм. Если речь идет о степени Т2 именно связочного аппарата гортани, то здесь опухоль распространяется на надсвязочную или подсвязочную область с нарушением подвижности голосовых складок. То есть, в принципе, рак гортани тропин именно сам к себе. То есть, начиная с на уровня надсвязочного отдела, он, как правило, распространяется ниже, начиная с на уровня подсвязочного отдела, он, как правило, ползет наверх. А вот хотела еще показать такой тоже небольшой рак Т2, который начался на уровне подскладкового отдела и распространился на правую голосовую складку. Т3 – опухоль ограничена гортанью с фиксацией голосовых складок и распространением в заперс невидное пространство. Я хочу сказать, что уже на стадии Т3 появляются признаки инвазии хрящей, поэтому мы обязательно, даже если нас не просят в заключении говорить о стадии процесса онкологического, то мы должны в своем протоколе фиксировать те моменты, на основании которых это заключение будет дано врачом-клиницистам, врачом-онкологам. Поэтому, несомненно, говорить о инвазии хрящей, особенно те, которые участвуют в стадировании, мы в протоколе должны обязательно. КТ-признаки инвазии хрящей и гортани. Краевая деструкция хряща со стороны чаще внутренней кортикальной пластины, несомненно. Деструкция в сочетании с наличием участков обозвестления в структуре хряща и вздутие хряща в месте контакта с опухолью. Здесь безусловные признаки деструктивных изменений щитовидного хряща. А вот здесь черполовидный хрящ уплотнен, поэтому явных признаков деструкции мы не видим. И вот такое уплотнение хряща может быть вызвано как инвазией опухолевой, так и простым перихандритом, который тоже может течь рядом с опухолью. Поэтому, конечно, достоверно говорить о том, что уплотнение хряща – это 100% инвазия, мы не можем. МР-признаки инвазии хрящей гортани – низкий сигнал на Т1СЕ, на Т2СЕ тоже сигнал достаточно низкий, сопоставим сигналом от опухоли, и при постконтрастных Т1 повышение сигнала, сопоставимое с опухолью. Безусловно, если мы видим с вами вот такую инвазию, когда хрящ замещается опухолевой тканью, то тут видно, что сигнал от хряща сопоставим с опухолевой тканью. Если мы говорим о МР-признаках воспалительных изменений хрящей гортани, то есть очень часто течет перихандрит на фоне наличия опухоли гортани, то, конечно, на Т1СЕ – это будет низкий сигнал, обратите внимание, опухоль, которая распространяется сверху вниз, и это уровень верхнего рога щитовидного хряща. На Т2 жироподавлением сигнал выше, чем сигнал от опухоли. Вот сигнал от хряща и сигнал от опухоли. Он, конечно, интенсивный, но не такой, как рога хряща. И после контраста повышение сигнала тоже более выраженное, чем в опухоли. То есть здесь в данном контексте мы говорим больше о признаках именно воспаления на уровне верхнего рога щитовидного хряща. Т4А – это уже такие тяжелые трансларингеальные опухоли, которые, как правило, к нам приходят. Я не знаю, почему так происходит, но мы очень мало видим небольших раков. То есть первая и вторая стадии – это практически казуистическая находка. Те, которые пришли к своему врачу со стороны тех пациентов, которые мы получаем уже с нашего консультативно-диагностического отделения, они все запущены, они все после длительного анамнеза, лечения антибиотиками и нагревания лимфоденопатии, ужасного анамнеза, они уже приходят с наличием выраженной регионарной лимфоденопатии, именно ментостатической. И, к сожалению, эти раки уже, как правило, не курабельны. И даже ларингоктомия, тяжеленная по своим последствиям, она ненадолго отступает топоволь, к сожалению. Ну и, естественно, вот такие вот тяжелые раки, когда уже здесь видно прорастание в средостении. Что касается лимфатических узлов, я не буду на этом останавливаться, эта классификация есть везде и во всем. Я хочу только нотировать ваше внимание, что здесь лимфатические узлы мы описываем в наибольшем измерении обязательно и указываем сторону поражения. Не так, как мы привыкли в поперечнике, а именно в наибольшем измерении. И любой, даже самый маленький лимфатический узел с кистозной трансформацией оцениваем как метастатический, потому что если даже мелкий лимфатический узел неувеличенного размера имеет кистозную трансформацию, мы его отмечаем как метастатический лимфатический узел. Лимфатические узлы. Есть определенная тропность рака гортани к лимфатическим узлам шеи. Безусловно, это всегда вторая и третья группа. Причем, если мы говорим о надсвязочном раке, 48% вторая группа А и Б. Если мы пользуемся американской классификацией лимфатических узлов шеи, я думаю, сейчас ею все пользуются практически. И третья группа 38%. Остальные группы существенно ниже. Естественно, первая группа вообще не характерна для поражения гортани. Первая группа чаще всего бывает при раках дна полости рта. Это выше, это лимфатические узлы, которые поражаются при опухолях, расположенных выше на шее. И связочный рак опять же 55%, вторая А и Б группа – это очень большой процент. Поэтому, конечно же, так называемые верхние ремные лимфатические узлы, расположенные под кивательной мышцей, кпереди и кзади от сосудистого пучка, должны быть оценены обязательно и непременно. Вот обратите внимание, типичный пример. Молодой мужчина 40 лет. Состояние после удаления лимфатического узла пришло в отделение челюстной хирургии с диагнозом лимфоденид. Лимфатический узел убрали, и на гистологии получили плоскоклеточный рак. После того, как получили плоскоклеточный рак, пациент отправился, естественно, на дообследование. И при компьютерной томографии мы видим очень небольшую опухоль в области левого грушевидного синуса. Опухоль ларингоскопически недоступна. Биопсию взять оттуда никто не может. Ну, очень сложности были. Я не знаю, может быть, анатомия такая у пациента была. Не буду я это никак комментировать. Для того, чтобы подтвердили наши слова, отправили на ПЭТ. ПЭТ подтвердили, что там действительно есть первичная опухоль. И вот, смотрите, после лечения даже на фоне выраженного постлучевого отека видно, что нет никаких больше таких вот элементов накопления. Отдаленные метастазы мы видим крайне редко. Вообще они для гортани мало характерны. Как правило, это все-таки регионарная лимфоденопатия или регионарное метастазирование. С чем дифференцировать? Ну, тогда только вот так. Дифференцировать с воспалительными поражениями, с туберкулезом, с аркоидозом. Очень интересный у нас был дифференциальный диагноз с ревматоидным артритом. У дамы с длительным анамнезом ревматоидного артрита был поставлен по месту жительства диагноз рак гортани. Они прооперировали, получили, соответственно, гной, естественно, потому что это и похоже больше на гнойник, чем на рак гортани. Ну и вот и диамика через один месяц. Видны явные вот такие вот мелкие абсцессы в ретрофарингеальном пространстве, в левой голосовой складке, признаки артрита. То есть, в принципе, воспалительные изменения, которые такие достаточно распространенные были. И еще одного хочу показать интересного пациента. Это иммуноглобулин G, связанная с клеротической болезнью. Именно с первичным возникновением в гортани. Тоже очень сложная была диагностика. Безусловно, была только иммуногистохимическая. Потому что мы что увидели... Ой, извините. Мы увидели инфильтрацию, разрушение пластины перстневидного хряща. Несколько раз пробовали взять биопсию, ничего не получилось. Только после ларинга фессуры взяли именно кусочек этого перстневидного хряща и при иммуногистохимии верифицировали иммуноглобулин G, связанную с клеротическим болезнью. То есть аутоиммунное воспаление. И пациент на системном приеме больших доз... Да, кортикостероидов, совершенно верно. Через 9 месяцев, посмотрите, какая потрясающая положительная динамика. То есть у него была удалена трахеостома, полностью он восстановился, и к нам больше не приходилось, что в принципе судительствует о том, что он был излечен. Ну и, естественно, аминолейдоз, такие редкие опухоли, как плеоморфная аденома, лимфома, папиломатоз гортани, который просто надо расширить исследование и увидеть, что он есть. Ну и еще хочу вам еще раз вернуться к тому, что я говорила, ключ симметрии. Не всегда то, что мы видим на первый взгляд, это патология. Обратите внимание, да, огромная правая голосовая складка и маленькая левая голосовая складка. Опухоль правой голосовой складки, ничего подобного. Это закон Бернули увеличения голосовой мышцы справа при стойком порезе, стойком, длительно существующем порезе слева. Ну и вот такие вот иногда бывают случаи, когда пациент направляется на субмуказальное образование, выясняется, что у него выраженная деформация хрящей гортани, как правило, деформируется левый хрящ, не знаю почему. Или выраженные такие вот анкилозирующие синдосмофиты в шейном отделе позвоночника, которые тоже визуально при ларингоскопии могут быть приняты за опухоль. Ну и вот такой вот медиальный ход общей сонной артерии, который, конечно, чреват, если с ним постараюсь попытаться что-то сделать. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Елена Александровна сейчас должна уезжать, поэтому... Ну, да-да, сейчас. Я хочу сказать, что шея, вроде бы, такой маленький вот участок, такая маленькая локализация, и там столько много всяких структур и мелких структур, что те, кто занимается и понимает диагностика в шее, и я просто... Ну, все мы, наверное, очень уважаем, ценим и восхищаемся, да, прямо сказать, вот даже говорит врач, который этим занимается. Ну, а я посвящаю хирургами, которые там оперируют, это не просто... Да. Спасибо. 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 Спасибо.